Касается каждого, поэтому экологический проект, который придумали в Иркутской области, стал в итоге всероссийским. Речь идет об экологическом фестивале. Накануне он прошел в Ангарске и собрал участников из 15 регионов страны. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Люблю леса твои и реки и озера, Сибирь, Урал и жаркий Татарстан. Люблю полей твоих, твоих бескрайние просторы. Ты самая прекрасная из стран. Признавались России в любви и песнями, и танцами, и стихами, причем сразу на нескольких языках. В ангарской школе номер 40 открылся первый всероссийский фестиваль экологического фольклора «Народы России». Восьмиклассницы Саша и Настя готовились к нему больше месяца. Только на создание костюма ушла неделя, несколько тюбиков клея и пять рулонов бумаги. Сегодня девушки – героини калмыцкой народной сказки. Девушки-лебеди. Она, получается, ее ранили. И она познакомилась, ее спас, вылечил парень, табунчик. И он выходил, она полюбила его и осталась с ним. А экологический смысл в этой сказке есть? Да, защищать природу, защищать животных. Потому что осталось много разных видов, осталось очень мало. И надо защищать и беречь его. Экологический фестиваль проходит здесь уже четвертый год подряд. Все начиналось с обычного школьного конкурса. И вот в прошлом году он стал областным. А в этом вышел на всероссийский уровень. В нем приняли участие представители 15 регионов России. Поддержку такому масштабному проекту оказала крупнейшая в России компания в сфере энергетики, металлургии и горно-рудной промышленности «Н-Плюс Групп». Экологическое направление – одно из приоритетных в работе компании. В рамках направления по экологии у нас есть очень много разных программ. В частности, программы сотрудничества с общественными экологическими организациями Иркутской области. Мы уделяем особое внимание вопросам воспитания экологии. Это база, которая должна закладываться в семье и в школе. Нынешний конкурс рекордный по количеству участников. В Ангарск приехали 148 команд. Свои работы присылали даже из далекого Башкортостана. Лучших выберут в четырех номинациях – «Чтицы», «Прикладное творчество», «Песня» и «Театральная постановка». На каждой номинации очень много народу. Совершенно необычные работы. И я еще забыла сказать, что в самый последний день конкурса у нас, как обычно, проходит выставка этнокостюмов. Совершенно изумительные работы представляют. И порой делу даешься, что такое могут творить. В следующем году поводов для удивления будет еще больше. В 2013-м конкурс станет международным. На него пригласят участников из стран СНГ, Китая и Монголии.